МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Эфир продолжает «Город сегодня». Интерес к футболу у актюбинцев всегда был высоким. И сейчас, когда команда начала новый сезон и уже вступила в турнирную борьбу, болельщики готовятся поддержать ее во всех играх. И домашних, и на выездах. Сейчас команда проводит первые, но очень важные встречи с казахстанскими соперниками. После матча с «Ртышом», который принес актюбинцам первую победу и закончился со счетом 3-1, в аэропорту команду чествовали как чемпионов. Вот такую встречу организовали футбольному клубу «Актюбе» и его болельщики. На видео, которое разместили в социальных сетях, заметно, что спортсмены не ожидали столь горячего приема. Завоевывать доверие зрителей после неудач прошлого сезона очень непросто. Клуб пережил сложный год. Сменились тренеры, значительно обновился состав. Но первая победа уже сыграла положительную роль. Еще один новый способ поддерживать связь с аудиторией – устраивать встречи с игроками. Именно на такую встречу собрали школьников, и мальчишки могли задать футболистам свои вопросы. Детско-юношеская организация «Жасулан» теперь будет постоянно сотрудничать со спортклубом. Управление образования и футбольный клуб «Актюбе» подписали специальный меморандум. У нас в студии медиа-офицер футбольного клуба «Актюбе» Айшат Ибрагимова. Айшат, приветствую. Какие впечатления от школьников, общения с ними и что спрашивали? – Добрый день. Хочу сказать, что сегодняшняя встреча была очень интересной. Она была интересной в первую очередь как для футболистов, так и для самих болельщиков. Известно, что болельщики – это не только категория 20-30 лет и старше, но, естественно, и младше. Эта встреча была очень интересна тем, что формат был свободный, так как, как сказать, открытый микрофон, вопрос-ответ. То есть дети задавали вопросы, не стеснялись, задавали вопросы не только о карьере спортивной футболистов, но и о личной жизни. То есть это было действительно интересно. И я думаю, самим футболистам было интересно и любопытно понаблюдать, как же дети реагируют, как бурно хлопали, аплодировали. Был такой момент, когда футболисты вышли танцевать, наши бразильцы, легионеры. Это было действительно весело. Дети, наверное, в соке были. Дети этого и ждали. Они там так аплодировали, что готовы были сами вырваться на сцену и танцевать. Также футболисты у нас попинали мяч, что тоже был такой мини-мастер-класс для детей. Хотела бы отметить, среди детей были девиантные дети. Цель этого мероприятия была как раз таки в том, чтобы вовлечь и привлечь детей к таким мероприятиям, к спорту, чтобы дети больше заинтересованы были в занятиях спортом. Формирование команды уже закончилось. Много ли легионеров? Да, в этом году у нас действительно состав обновился, причем так заметно обновился. Очень много у нас, ну скажем так, есть легионеры из Бразилии, есть из России. И очень интересно складывается атмосфера в команде, потому что это действительно такая смесь. Здесь у нас и казахстанцы, и россияне, и бразильцы, которые находят общий язык между собой, несмотря на то, что говорят на разных языках. Это действительно такая смесь, особенно если наблюдать игры, что тоже каждый играет свою роль, каждый на своей позиции. И в то же время каждый игрок играет особую важную роль для всей команды. Айшат, новый тренер, новая команда, новый состав. Как складываются отношения? Всегда наблюдаю очень дружественную атмосферу, которая действительно царит в команде. Это и на тренировках, и во время игр, естественно, все очень сплоченные, все сконцентрированы на игре. И самое главное, я считаю, что это атмосфера в команде, потому что соперничество есть в команде, естественно, да, это понятно. Но соперничество здоровое, адекватное, потому что каждый должен выполнять свою роль, и каждый должен выделиться в команде. Я считаю, что атмосфера как раз-таки в команде такая, какая она должна быть, потому что очень часто я слышу, как бразильцы поют, как они, вижу, как они танцуют, как они играют в снежки. Для них это действительно, да, я вот сегодня только наблюдала эту картину, это действительно очень весело. И самое главное, что всему свое время. То есть на тренировках команда очень сплощенная и очень серьезная, а в свободное время они могут также веселиться, также между собой дурачиться, играть. И мне кажется, что это действительно здорово, именно такая атмосфера должна быть в каждой команде. Ашат, а где вы сейчас тренируетесь, пока стадион закрыт? Сейчас тренировка проводится, скажем так, на нашем стадионе резервном, да, который находится на Иссет-Батыра. Поле готовят как раз-таки к будущей игре, в эту субботу у нас будет домашний матч, именно там, на запасном поле. Да, это поле с ненатуральным покрытием, но, по крайней мере, так складываются обстоятельства, что мы должны сейчас вынуждены играть именно на этом поле. Очень скоро, я надеюсь, что все болельщики смогут прийти, болеть за нашу команду именно на центральный стадион, потому что это действительно долгожданное событие для всех. Ну, если вспомнить прошлый год, мы примерно в апреле начинали играть как раз-таки на центральном стадионе, и я думаю, что сейчас сами футболисты тоже с удовольствием поиграли бы именно на нем. В этом году юбилей, 50-летие клуба. Какие акции планируете, что будет нового для болельщиков и вообще для жителей Аксюбе? Да, это действительно очень масштабное мероприятие, 50-летие клуба. Запланировано очень много различных мероприятий, это действительно очень много каких-либо подписаний меморандумов. Для чего это нужно? Для того, чтобы у нас была плотная, тесная связь между футбольным клубом и между болельщиками. Болельщики могут быть здесь разных возрастов. Если, например, брать организацию Жасулан, это школьники, которые готовы помогать нам, а мы готовы приходить к ним на встречи, проводить различные мероприятия, чтобы их вовлекать. Также есть у нас, действует, так сказать, программа лояльности. Есть много организаций в нашем городе, которые хотели бы сотрудничать с клубом. И как раз-таки мы открыты в этом году как раз-таки обширно для сотрудничества, так как по карте лояльности, по программе этой, любой желающий может получить карту клубную и с помощью этой карты приходить в заведение и получать скидки. Почему нет? Мне кажется, это очень интересная такая программа, которая дает открытые возможности и для болельщиков, и для предпринимателей. Давай напомним, где состоится матч, следующий в октябре или на выезде? Следующий домашний матч у нас состоится дома, Паисет Батыра, Удишор 8. Всех ждем на этот домашний матч. У нас приезжает в гости Акжаик. Надеемся, что эта игра будет зрелищной, что эта игра будет действительно принесет бурные эмоции как для болельщиков, так и самих футболистов. И самое главное, нашей команде желаем победы. Мы ждем вас всех, болельщики. Пожалуйста, приходите в 15.00 в субботу, 8 апреля в этом сезоне. Айшат, спасибо большое. Ак тебе в любом случае чемпионом был, чемпионом и останется. Красивая игра, удачные голевые передачи, скорость и напор. Ради этого десятки тысяч зрителей заполняют стадион. Октябрьские болельщики остались верны своей команде и надеются, что нынешний сезон будет более удачным. Следите за новостями в социальных сетях, поддерживайте нашу команду и приходите болеть на матче. Всем здоровья и весеннего настроения. Наша группа «Город сегодня» в социальной сети Facebook работает круглосуточно. Всего вам хорошего. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин